Пророчество в отношениях И когда мы понимаем, что есть Бог и есть желаемое нами, и что как-то это должно совместиться, то есть Бог и желаемое нами, оно должно как-то взаимодействовать, потому что если это только наши желания, они не имеют такого большого успеха. Если это только желание Божье, но оно не преобразуется через нашу жизнь, то оно тоже не становится реальностью, оно остается как бы невостребованным. Книга Бытие, 2 глава, 22-24 стих. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плод от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут два-одна плоть. То, что делает Адам, он буквально пророчествует. Потому что это не было результатом его образования, это не было результатом традиции, это было абсолютно новое. Он что-то принимал от Бога, что-то происходило с Ним, и он говорил слова, и эти слова не продукт его интеллекта. Это то вдохновение, которое было поднимаемо и изливаемое через него в этот мир. Он пророчествует о жене, о женщине, которую видит, он говорит, это жена. Он говорит о принципах, он говорит о правилах, которые будут впоследствии правилами через тысячелетия для построения семьи. Это глубочайшее предвозвещение, которое через Адама Бог излил на эту землю. Разве Бог не мог это сказать сам? Ведь много заповедей, которые Он повелел, Он сказал, Он передал через Моисея и через других пророков. Но эту заповедь, заповедь Завета, вот это пророческое такое возвещение семьи, не Бог сказал, но сказал вдохновенный Богом Адам. Когда сегодня я хочу говорить о пророчествах в отношениях, я хочу говорить о том, что в нас есть элемент, заложенный Богом и вдохновляемый Духом Святым, который может стать залогом вообще успеха во взаимоотношениях. И это не просто слова. Есть слова, которые мы говорим друг другу. То есть, если это девушка, юноша, которые уже утвердились в своих чувствах, они говорят друг другу о своей любви, они могут делать комплименты друг другу, они могут говорить какие-то приятные слова. Это насыщает их, это как-то обогащает их душу, их самовосприятие. Но это другие слова. Это слова, которые говорятся в будущее. Это слова фундаментальные. Это слова, как гвозди, которые определяют спектр жизни или правила жизни предстоящие. Поэтому то, что произошло с Адамом, я убежден, это произошло не только с первым человеком. Это вообще должно происходить с каждым верующим человеком. Если вы уже семья, или вы еще готовитесь к тому, что у вас будет семья, вы станете женой кому-то, или вы станете мужем для кого-то, то я хочу вам сказать, это очень важное понимание. Вам необходимо иметь слова, которые вдохновлены Духом Святым. Они будут определять рамки, они будут определять правила, они будут говорить о важном, и сквозь десятилетия вы потом посмотрите на эти слова, и вы поймете, это не была ваша мудрость. У вас бы ума не хватило на эти слова. Но это сам Бог, который дал вам эти слова, и эти слова скрепили ваши отношения, и они благословили вас. Я думаю, что можно утвердительно говорить, что принцип руководства в нашей жизни через пророчество, он абсолютно актуален и на сегодняшний день востребован. Вообще, когда мы говорим о построении отношений, Слово Божье вдохновляет нас во всем искать Его волю, Божью волю. По сути, это для верующего человека, верующего в Иисуса Христа. Мы имеем пример в нашем Господе Христе. Мы видим, что Он всегда говорил, «Я ничего не творю сам от себя. Все, что я делаю, я делаю в виде Отца Творящего, или я делаю по изволению Его». Поэтому для нас, как для верующих людей, это должно быть аксиома, это должно быть абсолютным правилом. Тем более, когда мы говорим о взаимоотношениях, приравненных к завету. Это я сегодня буду больше говорить именно о построении семейных взаимоотношений. Можно сделать сноску на дружбу, можно сделать сноску на церковь, но моя цель сегодня будет именно семья и построение семейных взаимоотношений. И, наверное, даже больше я буду говорить не к тем, кто уже замужем и женат, хотя это, я думаю, будет полезно и вам, но в первую очередь, наверное, буду также говорить тем, которые еще на пути построения взаимоотношений. Поэтому, если вы, семья, не надо выключать сейчас онлайн, для вас тоже будет полезно. Хотя бы вы будете знать, что говорить другим. Когда мы говорим о поиске воли Божьей, в поиске воли Божьей всегда есть два элемента. Первый элемент – это зафиксированный. То есть, есть всегда что-то зафиксированное, что-то неизменное. Когда мы говорим, вот это есть воля Божья. Например, воля Божья и есть освящение наше. Что это значит? Это зафиксированный факт. Он неоспорим. Не надо думать, а это воля Божья или не воля Божья. А воля Божья мне сегодня освящать себя? Или не воля Божья мне сегодня освящать? Конечно, воля Божья. Если вы живете христианской жизнью, погруженной в Божье Слово, это абсолютная воля. И здесь не надо сомневаться. Если мы касаемся семьи, то есть абсолютная воля Божья, где написано, что не вставайте под одну ермо с неверными. Это абсолютная воля Божья. И здесь как бы не надо сомневаться и что-то искать. А вдруг вот это воля Божья или вот это? То есть, зафиксировано я имею в виду то, что уже прописано нам. И оно как бы прописано не двояко, оно прописано прямо, конкретно, без всяких намеков, а ясно говорится тебе об этом. Все. Это зафиксировано. В этом наш поиск воли Божьей в том, чтобы в этом утверждаться и сохранять. Но помимо вот этого зафиксированного элемента, есть также формирующие элементы, формирующиеся в процессе нашего возрастания. Потому что вы, наверное, заметили, если вам немножко за 30, и вы все еще ждете от Господа чуда, вы могли заметить, как за последние 10 лет палитра ваших желаний по отношению к тому, за кого бы вы хотели выйти замуж или на ком жениться, она менялась. То, о ком вы мечтали в 20 лет, он сильно преобразовался вот в вашем воображении за эти 10 лет. Поэтому это не зафиксированный фактор. И это хорошо. Потому что если бы он был зафиксированный, то потом бы, когда это исполнилось, вы бы сказали, не дай Господь, этого мне не надо уже. Потому что то, что мне было надо в 20 лет, в 30 лет мне уже этого не надо. Итак, когда мы ищем волю Божью, есть зафиксированный фактор, где мы нуждаемся в наставлении. Если мы сами не так хорошо знаем Божье Слово, нам тогда надо наставника, обратиться к служителю церкви и спросить, в чем есть зафиксированный. То есть вот скажите мне диапазон поиска. Вот в каком диапазоне, в каких стандартах мне нужно искать. Второе, не зафиксированный. То есть это процесс нашего желания. И это тоже неплохо. И в этом есть воля Божья. Написано, открывайте свои желания перед Богом. Мы должны открывать свои желания перед Богом и искать лица Божьего в том, что в нашем сердце сегодня вопиет и открывается. Поиск воли Божьей, он многозадачен, но мы ориентируемся сегодня на семейные взаимоотношения. Я бы хотел показать вам известные высказывания Христа. Точнее, это был Его ответ людям, которые пытались Его искушать. И я хочу в этом подчеркнуть, насколько Он может, наш Господь, сложные процессы просто объяснять. В контексте проповеди я хочу применить это очень, я уверен, вам знакомое место. Матфея 22, 36, 40. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сияй с первой и наибольшей заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Свести настолько сложные понятия к двум заповедям, ну, только, наверное, Господь мог, поэтому никто не мог с ним спорить. Почему я сегодня взял эти заповеди для объяснения построения семейных взаимоотношений? Потому что иногда мы раздуваем, как мыльный пузырь, мы делаем из простого, сложного. У нас столько правил, у нас столько психологии, у нас столько представлений, у нас столько книг, у нас столько кассет, у нас книг, я имею в виду, не только христианских, есть разные книги на эту тему. И вот с этим, с огромным багажом, мы подобно этим учителям подходим к Иисусу и говорим, «Господи, так что же мне делать со всем этим? Как мне с этими, со всеми заповедями справиться?» Вообще, ты можешь определить для меня приоритет какой-то. Вот определи мне приоритет, чтобы я мог понимать, как мне поступать. Мне сложно постоянно вот эти тома психологии держать в голове, как всегда себя правильно вести, поступать и так далее. И Господь точно так же, как Он свел все до простоты и двух заповедей, Он точно так же просто все сводит и в семье. И мы знаем эти заповеди. Жена, да, уважает мужа своего, муж, да, любит жену свою. Все просто, но нам надо все сложно. Когда мы говорим о построении взаимоотношений, то есть вы еще не муж и жена, вы еще даже, может быть, на горизонте никого еще не получили. Сегодня наша тема пророчества в отношениях. И вот, когда мы говорим о пророчестве, есть искушение взять пророчество и отделить его, как что-то сверхъестественное, абсолютно отделить его от бытовой жизни, от образа жизни, от антуража жизни. Когда Иисус говорит, на этих двух заповедях основывается весь закон, это понятно. Но когда Он говорит, на этих двух заповедях основываются все пророки или все пророчества сказанные, это менее понятно. Потому что, когда заповедь сводится к заповеди, это более-менее понятно. Когда пророчество сводится к заповеди, нам это меньше понятно, потому что мы люди душевные, и мы привыкли воспринимать пророчество как нечто необязательное, но желаемое, и не нами творимое, но Богом исполняемое. И вот когда мы говорим о пророчествах во взаимоотношениях, иногда точно так же люди подходят к пророчеству во взаимоотношениях. Я приближаюсь, я вот разогрелся 15 минут, 14, и теперь я приближаюсь уже, и мы, наконец, начинаем говорить о теме. Если вы ищете пророчества во своих взаимоотношениях, в построении взаимоотношений, так бывает, брат молится, или сестра молится, Господь открой, Господь покажи, могут даже в зависимости от культуры церкви прийти к сосуду или к пророчествующим и сказать, скажите мне, где она, кто она или кто он, вот мне нужно пророчество, или мы сами ищем и говорим, Господь, дай мне это слово, дай мне, покажи мне это, вот я хочу сверхъестественно это увидеть, понять и осознать, и вот ошибка, мы оставляем пророчество без заповеди, это ошибка, нельзя оставлять пророчество без заповеди, пророчество способно вмещаться в заповедь, если бы это было не так, Павел бы не говорил, духи пророческие подчиняются пророкам, то есть пророчество, оно способно вмещаться в заповедь, И я это веду к следующему. Если мы желаем получить пророчество, которое отвязано от реальности нашей жизни, скорее всего, мы впадем в обольщение. И здесь, я думаю, некоторым стоит напречься. Хотя я говорю завуалированно, но вы сейчас все поймете. Итак, проиллюстрирую Давидом. Первая книга «Паралипоминон» 22,8. «Но было ко мне слово Господне и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю перед лицом моим». Давид пересказывает историю, когда в его сердце появляется страстное желание построить храм. Он уже живет в хорошем построенном доме, он обеспеченный человек. У него огромное влияние не только в своем народе, но и в окружающих странах. Он сильный лидер. И он чувствует в себе вот эту силу, этот потенциал. Он принимает решение. Я хочу поменять историю. Столетия ковчег был в скинии, которую Бог повелел построить Моисею. И Моисею Бог не велел строить храм. Все, что было дано на Синае Моисею, это была скиния. Все образы, почитайте Пятикнижье Моисея, очень много глав Пятикнижья посвящены именно тому, какая должна быть скиния, из каких шкур она должна быть, какие шестые, кто носит, как носит и так далее. И вот Давид принимает решение. Я изменю историю. У него не было прямого поручения, как у Моисея, но у него было страстное желание построить дом Божий. И вот с этим желанием он обращается к пророку. Пророк ему говорит изначально, с тобой, Бог, делай так, как ты видишь в своем сердце. Вы знаете, так бывает, что у нас есть страстное желание. Вот у нас появилось страстное желание, страстная мечта. Мужчина или молодой человек подходит к пастырю или служителю, говорит, вот у меня есть такое желание. И, может быть, даже первичный ответ будет, да, наверное, ну, давай помолимся об этом, может быть, это неплохо. Но в процессе Бог начинает корректировать это желание. Знаете, как Он его корректирует? Он привязывает пророчество к реальности жизни Давида. Услышьте меня, это очень важный аспект. Бог берет пророчество и привязывает его к жизни Давида. К чему я говорю? Иногда люди о чем-то страстном мечтают, абсолютно отвязанные от реальности и обстановки своей жизни, думая, что это Бог вложил в их сердце. Давайте я спущусь на личность, объяснюсь. Иногда ко мне приходят разные... Я, сестер, не буду сейчас трогать, чтобы сохранить немощные сосуды. В целостности. Я про братьев немного поговорю. Приходит брат, лет под сорок, прожженный, прошедший какие-то реабилитационные процессы. Но вот живого места на нем нет. И говорит, девицу вот Господь в сердце мое положил, девицу хочу. Еще лет на 20 моложе его. Вот я смотрю, как бы... Я не буду говорить вам то, что я говорю этим братьям, потому что это не для камеры и не для онлайн. Но вот если все это так оккультурить, я говорю, это не по твоему статусу. Это не пророчество в твою жизнь, брат. Это желание не от Бога. И я имею смелость так говорить, потому что в данном случае Бог привязывает свое пророчество к реальности жизни. И ты должен брать во внимание все свои болячки, все свои болезни, все свои проблемы, все свое прошлое, все свое состояние. Ты должен брать во внимание и не позволять своему сердцу жить в обольщении. Потому что ты в этом обольщении погибнешь. Через время ты спустишься на самый низкий уровень в похоти, в грехах и в мерзостях. Потому что то, о чем ты мечтаешь, Бог тебе давать не будет. Бог будет привязывать твое желание к тем обстоятельствам, которые есть. Если вы пытаетесь сегодня построить хорошие, правильные взаимоотношения и получить желание от Господа, мечту, я советую вам подходить к этому вопросу реалистично. Взвешивая свои жизненные ресурсы. Потому что если мы этого не делаем, как я уже говорил, мы можем впасть в обольщение. Если человек, который пытается получить от Господа пророчество или получить какое-то вразумление от Господа в вопросе «женить бы», в вопросе «выйти замуж» или «жениться», он не привязывает себя к реальности жизни. Бог, как правило, не работает с таким человеком глубоко. Потому что ты не даешь себе отчет. Ты не имеешь мудрости просто. Ты не сможешь построить крепкую и сильную семью. И по той причине ты не научился давать отчет себе в том, кто ты есть и в чем твоя жизнь. Поэтому первый мой совет. Или, ну, все-таки коснусь девушек тоже. Не могу пропустить вас. Если вы хорошая, простая девушка, мечтающая о принце, из какого-то сословия, с каким-то состоянием, я хочу вам сказать по-отечески просто – успокойтесь. Соотносите реальность своей жизни. Понимаете, что, ну, это же любовь, это же что-то вот такое воздушное. Для этого я вам и дал слова Господа Иисуса Христа. Все пророки в двух заповедях. Если ваше пророчество, если ваши убеждения духовные отвязаны от реальности, вы также впадете в обольщение. Вы однажды запрыгнете в дорогой Мерседес, но этот дорогой Мерседес повезет вас не в ЗАГС, а совсем в другое место. И вы будете постепенно превращаться в ту бабулю у разбитого корыта, которая не привязывала возможность золотой рыбки к реальности своей жизни, к своему образованию, воспитанию, сословию и так далее. Хорошо, оставим это. Я уже понял, что загрустили некоторые. Будьте мудрыми. Если вы хотите иметь сверхъестественную помощь от Господа, лучше, Христос говорит, лучше сядь на то место, которое по статусу. И если нужно, тебя позовут. Но если тебя не позовут, ну хотя бы не опозоришься. Поэтому занимайте позицию жизненную, исходя из реальности своей жизни. И молитесь Богу просто, мечтая о том, чтобы Господь дал вам не стартап в бизнес папы или мамы, а дал вам благочестивую жену или благочестивого мужа, имеющий уши слышит, да слышит. Когда мы стараемся понять роль пророчества в построении отношений, очень важно научиться различать, где проходит манипуляция, где вдохновение. То есть иногда мы манипулируем или своими какими-то представлениями, мечтами, или другими людьми. И нам очень важно не попасть под манипуляцию. Кто-то может прийти и сказать, так сказал Господь, ты будешь моей женой, или так сказал Господь, ты будешь моим мужем. Слава Богу, со мной это не происходило, но некоторые пастыры рассказывали, как к ним подходили, говорили, сестры говорили, Господь сказал, Господь не открыл, ты будешь моим мужем. А ничего, что я уже женат и у меня трое детей. Это манипуляция, обольщение, абсолютная глупость, но люди-то попадаются в этом. Я же вам рассказываю не придуманные, а реалистичные истории, причем это не однократные истории. Человек впадает в обольщение, и он может сам себя манипулировать или манипулировать других людей, навязывая какую-то мистическую волю Божью. И это не от Господа. Давайте я вам зачитаю одну большую историю, но она очень хорошо иллюстрирует взаимодействие сверхъестественного и естественного в выборе мужа или жены. В данном случае жены. Бытие 24, 11-21. И останови, это слуга Авраама идет искать жену для сына Авраама, Исаака. И остановил верблюдов вне города у колодеза воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду, и сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет, пей, и я верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова. И кувшин ее на плече, ее девица была прекрасна видом, дева, который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его, и когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Вот эта история, эта иллюстрация, я хочу поставить на ней сейчас ударение. Она сплетает в себе, я выделил как четыре таких составляющих. Первое – это заповедь, успеха, однородность. Авраам, отправляя своего слугу искать жену для своего сына, первое, что он говорит, ты должен понимать, она должна быть из однородных. То есть она не должна быть из чуждых. Не бери вот от этих, не бери вот от этих. Потому что если это будет неоднородное, это не будет благословением. Первое – заповедь, успеха. Я ее уже говорил выше, не буду долго на ней останавливаться. Не становитесь под одной ермо с неверными. Заповедь, успеха для семейных, хороших взаимоотношений. Постарайтесь, чтобы тот, кого вы однажды назовете своим мужем или вы назовете своей женой, чтобы это были единоверцы, чтобы это были люди с теми же убеждениями, с теми же мыслями, с теми же пониманиями. Если бы это было не важно для Бога, то зачем бы Богу было говорить, когда он наставлял о епископстве, о лидерстве, что это важно? Это важно. И Авраам это понимал. И он просил своего слугу, и он даже заклинал его, чтобы тот посмотрел очень внимательно на род молодой девушки, которую он будет выбирать для сына. Поэтому будьте мудрыми. Если вы уже семья, у вас есть дети, они с кем-то дружат, и если вы понимаете, что эта дружба может привести к каким-то более глубоким взаимоотношениям, надо давать наставление, надо вразумлять детей, чтобы они все-таки старались обращать внимание на тех, которые разделяют с ними веру и ту истину, то понимание, которое мы имеем из Божьего Слова. Итак, первая заповедь успеха – это однородность, это принципиальные качества личности. Когда вы имеете в себе определенную мораль, но выбираете человека аморального, такое бывает. К сожалению, я и многие другие пастыры сталкивались с таким вопросом, когда девушка приходит, она познакомилась с парнем. парень, ну, такой или псевдоверующий, или неверующий. И иллюзия – я сделаю его праведником, я сделаю его лучше, я смогу его жизнь изменить. Если он изначально неоднороден с тобою, вот эта смесь, она не может быть крепкой, она разрушительна, она падает под давлением. Поэтому очень важно смотреть на то, кто ваш претендент или претендентка, чтобы эти люди, ну, не просто говорили, да, я тоже, как и ты, верю в Иисуса Христа, крещусь просто немножко по-другому, чуть-чуть попиваю, как бы, ну, и вот это тоже за зло не считаем, но да, я верю в Бога. Я говорю о однородности, я говорю о том, что этот человек, у вас будет с ним о чем поговорить, что вы не будете с ним договариваться о том, что смотреть или не смотреть, потому что мораль в вас, она будет уже наперед определять это, и те границы, те рамки, которые есть внутри вашей совести, они будут зеркальным образом отображаться и в нем. Если у вас будет сильный разрыв в вашей морали, в вашей однородности, у вас будут постоянные конфликты и постоянные проблемы, потом начнется тайная жизнь, потому что они будут чувствовать, что они не могут это открыто делать рядом с вами, тогда они начинают искать тех, с кем они будут это делать рядом открыто, и начинается раздвоение, и это еще хуже. Поэтому первая заповедь успеха – однородность. Если вы ищете, или если вы уже семья, старайтесь приходить к единым знаменателям и договариваться о них. Вспоминая, когда мы начинали жизнь, мы с Лерой договаривались, мы договаривались о том, как мы будем воспитывать детей, что мы будем говорить или не будем говорить при них. Это важно, нужна однородность, это будет правильно выстраивать дальнейшие взаимоотношения. Второе, в этой истории мне показалось очень важно, это интуиция, способность увидеть и почувствовать ожидаемое. Когда слуга, он говорил эти вещи, внутри себя там написано, он проговаривал, кого он сейчас ожидает увидеть, это было такое вот вдохновенное, интуитивное чувство, когда ты сам в себе определяешь, что ты вот в данный момент как знамение готов увидеть и согласиться, что это выбор Божий. Вот точно так же происходило вот в этой истории, когда интуитивно внутри себя слуга что-то проговаривает, что-то говорит, и вдруг он видит, что это исполняется. Третье, вот то, о чем я хотел сказать, это пророчество становится осязаемым в претенденте, то есть слуга об этом размышляет, он не вслух об этом размышляет, и мы не видим, вот знаете, каких-то таких таинственных игр Бога вот в этой ситуации, там просто говорится, он в своем уме говорил, а она вообще, мы не знаем, как она поняла, что именно это надо сделать, но она сделала именно то, что должна была сделать. И когда она сделала именно то, что ожидали от нее, произошел результат, произошло определенное действие, следующая дверь открылась. Иногда мы, находясь рядом с друг другом, или давайте не мы, а иногда девушка и юноша, находясь рядом с друг другом, делают не то, что нужно делать. Точнее сказать так, они делают то, что нужно делать, но не то, что они чувствуют. И вот здесь рождается проблема, которая может отодвигать открытую дверь в замужество или в женитьбу. Нам важно сохранять эту способность внутри, как бы иметь чувство, иметь понимание того, что даже не то, что ты осознаешь это, ты просто делаешь какие-то вещи, бытовые, простые, но они открывают двери. Вот Ревекка, она точно так же, она делала простые вещи, она ведь ничего сложного не делала или чего-то неестественного. Она не почувствовала. Иногда, один раз я был на одной конференции, это было в 90-е, когда Евангелие обрамлялось абсолютно в разные виды поклонения. И вот на одной из таких служений один из служителей из другой страны, он говорит, а я вот сейчас почувствовал, что мне надо станцевать вот с той девушкой, и вот Дух Святой меня так ведет. Ну, было очень странно, было очень странно это все. И не берусь уже сильно глубоко раскладывать этот процесс, но я скажу так, это было странно. Вот когда Ревека, она встретилась со слугой, она не почувствовала, что ей надо сделать какие-то странные вещи. Она почувствовала, что ей надо послужить этому человеку. И это было для нее естественным. У нее был кувшин, она была в этом антураже, то есть, ну, не было ничего, что как бы выбивалось за рамки поведения. Если Бог, Он в чем-то нас ведет, в чем-то нас продвигает, это не обязательно, что будет что-то такое неординарное, сверхъестественное. Иногда Бог будет ожидать от нас простые вещи, бытовые, не выбивающиеся за рамки того, вот что мы сейчас делаем, но они будут сделаны так, что будут открывать определенные духовные двери. Она когда, как будто услышала мысли этого слуги, этого человека, отозвалась служением на его мысли. Это очень важный элемент построения отношений, потому что он показывает не психологический портрет сходства, а он показывает единение духа. Позже в семье, я думаю, что многие из вас ощущали, когда вы начинаете делать простые вещи. Иногда Лера, она покупает какие-то продукты, готовит что-то, и она не знает, что, может быть, в этот день я хотел этого, но она это делает. Не то, чтобы мы вот как-то так вот связаны, как сиамские близнецы, но единение в духе, оно как бы предвозвещает, я повторюсь, простые бытовые вещи, не выбивающие из антуража, но они дают понимание единения. Вот то, что произошло, они почувствовали это единение к тому призванию, которое Авраам возложил на слугу найти жену для своего сына. После, когда мы с вами поговорили о пророческих элементах, связанных с Ревекой и со слугою, вот эти вот виды, как проникают сверхъестественные взаимоотношения в нашу естественную жизнь, после этого я бы отметил принятие и готовность вступить в завет, который рождает и утверждает новые чувства. Бытие 24, 64, 67. Ревека взглянула, то есть они вот уже приблизились к шатрам Авраама и Исаака. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам. Раб сказал, это господин мой, и она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер цары матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Так происходит процесс оставления и прилепления, о котором говорил Адам. То есть вот пророческое действие уже произошло, то есть то, о чем мы говорили, и мы не будем к этому возвращаться, о тех трех принципах такого пророческого влияния на соединение Исаака и Ревеки. Но следующее прилепление или воссоединение это также важный вопрос. Потому что когда уже кажется, что вопрос решен, ее уже забрали из дома, ее уже везут, Адам говорит и оставит отца и мать, и прилепится к своей жене. И вот здесь очень важный момент происходит внутри нас, когда мы готовимся перейти в новую жизнь. Очень важный момент. С одной стороны, люди, которые претерпевали дома, у них не было такого хорошего устройства, благочестивых родителей. И для некоторых молодых людей, девушек, очень легко покинуть свой дом, потому что они там не находили того благословения, того счастливого детства, юности. Но есть и другие, которые проходили благословенное время, у них замечательные родители, у них, скажем так, нету темных пятен в их прошлом. И таким тоже очень тяжело. Потому что, когда ты переходишь во влияние новой жизни, новых отношений, и ты не хочешь оставить эти, потому что они абсолютно комфортные для тебя, и тебе нужно принимать решение перейти в отношения неизвестные, еще неизведанные. И это тяжело. И вот в этом моменте очень важно, чтобы наше прошлое, оно не стало якорем, а оно стало нам помощью в построении взаимоотношений. Отпустить, отпустить, это согласиться с тем, что время вот этого, время этого общения или этих взаимоотношений, оно завершилось. пришло новое время. Это болезненно, но это необходимо. Когда мы оставляем свой дом, когда мы прилипаемся к новой семье, очень важно, если был негативный опыт, использовать этот опыт в качестве того, чтобы не применять это в своей новой семье. Если мы говорим о позитивном опыте, за него не надо держаться, а его нужно применить в своей новой семье. это болезненный, это болезненный, но очень важный процесс оставления и прилипления. Завершая, хочу подчеркнуть одну мысль, высказанную в стихах выше. когда Ревекка уже приблизилась к Исааку, здесь вот такая фраза, я ее зачитаю вам. «И она взяла, покрывала и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал». Вот на этой мысли я хочу порассуждать, остановиться и потом мы будем молиться с вами. Вообще, это такая революционная идея для выхода замуж или женитьбы в современном обществе. То, что я прочитал. Ей говорят, у нее уже семья позади, и там уже за нее заплатили, ее отпустили. Знаете, вот в таком положении заложника уже находится, уже и там отпустили, и здесь сейчас она встретится с этим мужчиной молодым, кому ее везут, чтобы она стала ему женой. И вот представьте, молодая девушка хочет как-то привлечь внимание этого юноши и делает это очень странным способом. Она покрывает себя покрывалом. Почему странным выйдите на улицу, девушки сегодня так не привлекают к себе внимания. Если они хотят запечатлеть себя на чьем-то сердце, наверное, если бы вот так взять современную Ревеку 2020, это не размеры, это год, если взять современную Ревеку, папа подвез ее на машине к подъезду, ведь сейчас вот ты увидишь мечту всей своей жизни. Наверное, козырек бы откинулся, зеркальце бы открылось, макияж бы поправился, юбочка чуть вздернулась так, чтобы до святого уровня доходила, но не переходила. ну надо же понравиться, дальше вся жизнь. То, что меня удивило еще в Исааке, ну ладно она, настолько уверенная в своей красоте, но он-то тоже встречается с покрывалом и понимает, что потом-то, когда из шатра выйдут, покрывало снимется и жить с этим потом, с тем, что под покрывалом находится. Почему я говорю, что это революционная идея, мы сегодня так не поступаем и в этом наша ошибка. Она доверилась предвидению Бога. Он доверился проведению Божьему. Написано, раб рассказал ему, как это все произошло. Он смотрит на покрывало, он слушает рассказ и он понимает, если это Бог, не зная, что там под покрывалом, но это лучшее, что только может быть для моей жизни. Проблема сегодня многих построений взаимоотношений, что мы смотрим по-другому, мы не смотрим на проведение Божье, мы не изучаем истории знакомства, мы не ставим ударение на то, что делает Бог в этих взаимоотношениях, мы продолжаем макияжиться и мы продолжаем выбирать глазами своей плоти вместо того, чтобы погрузить свое воображение в Слово Господне. Я прочитаю вам с некоторыми комментариями первое послание Петра, третью главу, третий седьмой стих. Петр говорит, да будет украшением ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого. Слово кроткое, кроткий также можно добавить в греческом оригинале слова нежный, мягкий, ласковый. Их сделать такой немного более расширенный в нетленной красоте кроткого, нежного, мягкого, ласкового и молчаливого. Здесь тоже есть дополнение в греческом спокойного, мирного, безмятежного. И если прочитать это все вместе, получится но сокровенного сердца человек в нетленной красоте нежного, мягкого, ласкового, спокойного, мирного, безмятежного духа. Вот то, что должно быть под покрывалом. Вот то, что должен однажды встретить тот, кого вы ожидаете вознаградить собою. И дальше написано, что это драгоценно перед Богом. И слово драгоценно дорогостоящее или многоценное. То есть, когда Бог видит такую сестру, это подарок в его руке. И он не спешит его дарить всякому встречному. Это многоценное в его руке. Он понимает, что это должно достаться только самому достойному. И он в ручном режиме отбирает этого достойного, чтобы дать этот подарок, который сокрыт под покрывалом, но в этом есть провидение Божье. Ну, давайте будем читать дальше, чтобы прийти и к Исаакам. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитве. И когда здесь говорится к Исаакам, здесь также говорится о способности проявлять заботу, проявлять уважение, проявлять определенную честь, признавать, что человек, жена, женщина, которая рядом с тобою, она достойна не меньше тебя, тех возможностей, которые вы имеете в своем домашнем быту. Это важное состояние сердца, когда мы способны смотреть глазами сердца и доверять, что тебя видят так же. Когда сегодня вы, а я обращаюсь к тем, кто еще на пути построения взаимоотношений, когда вы сегодня пытаетесь построить взаимоотношения, вам нужно, чтобы глаза вашего сердца были способными видеть, потому что если вы не видите своим сердцем, вы просто слепые, вы видите макияж, вы видите формы тела, которые могут вас возбуждать, но вы не видите духа, вы обращаете внимание не на то, что драгоценно или многоценно перед глазами Божьими, вы увлечены совсем не тем. Это не значит, что сестры или девушки не должны ухаживать за собой, это значит, что есть шкала приоритетности, и в этой шкале приоритетности дух стоит на первом месте и внешность на втором. Я уверен, Исаак абсолютно не разочаровался потом, когда он увидел Ревеку как есть, потому что мы выше читали, она была прекрасна, но она не хотела, чтобы это стало причиной их взаимоотношений, она хотела, чтобы Бог был причиной их взаимоотношений. Когда мы имеем пророческий дух внутри себя и оцениваем других, а также ожидаем, что оценят нас не по мирским критериям, а по этим внутренним духовным критериям, девушек будут оценивать не по макияжу, вульгарности и только внешним данным, а по вот этой кротости, благочестивости и мудрости, юношей будут оценивать не по брутальности, уровню тестостерона или способности обогащаться, а по доброму, уважительному нраву, способности отдать свою жизнь, наверное, тогда семьи будут более крепкие и взаимоотношения будут долгосрочные. Прославление, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, а то уже сестры совсем загрустили без тестостерона. Как выбрать? Мы будем молиться через несколько минут, и я хочу вдохновить вас, вдохновить вас, как тех, кто еще на пути построения взаимоотношений, так и тех, кто уже муж и жена. Хочу вдохновить словами из второго послания апостола Петра, первая глава, девятнадцатый стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Я хочу вдохновить вас этим словом. Неважно, вы семья сегодня, или вы еще на пути, у нас есть вернейшее пророческое слово. И Петр говорит, очень правильно, если вы сюда вообще обращаетесь, потому что здесь есть вдохновение, здесь есть благословение, здесь есть утешение, здесь есть назидание. Он говорит, есть времена, когда еще мы не видим этого света, яркого утренней звезды, когда наши сердца еще находятся в процессе поиска, мы еще ищем себя как муж, вы еще ищите себя как жена, вы еще ищите тех взаимоотношений того принца или принцессу, звезда еще утреннее не взошла, сердце ваше еще не озарилось новыми чувствами, особенно тяжело это когда в семье, когда прошел определенный опыт, определенная история, определенные ошибки, определенный багаж, и у вас как бы кажется угасли чувства, и тех, которые вам бы хотелось иметь, вы уже в завете, а чувств тех как кажется нету, нету этой утренней звезды. Петр говорит, обращайся к Божьему Слову. Там есть сила, там есть вдохновение, это то, что будет держать тебя на плаву, это то, что не позволит тебе разочароваться, это то, что не позволит тебе быть разрушенному и сокрушенному, звезда однажды взойдет, сердце однажды озарится, но чтобы это произошло, необходимо пребывать в этом пророческом слове, а потом придет другое слово, живое, с неба, из-за завесы, осветит твое сердце. Не позволяйте себе, отказавшись от этого слова, превратиться в пробник. Есть в магазине парфюмерии то, что стоит запакованное под несколькими защитами, есть пробники, вскрытые. Мы не пробники в магазине, мы родились оригиналами, мы родились оригиналами. Бог создал нас так, человеков, что человек рождается оригинальный в своей уникальной упаковке, и он не должен открываться, пока его не купят ценою жизни другой. Если бы сегодня некоторые говорят, но если мы не попробуем, как мы поймем, может быть, мы друг другу не подходим, это такая ложь. Если бы пробы гарантировали счастье, мир бы сегодня был такой счастливый. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что количество проб совсем неравно пропорционален количеству счастья. А даже наоборот, чем больше проб, тем меньше как-то этого счастья, тем меньше удовлетворения от процесса, тем больше какой-то мертвости, лицемерия, обыденности. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok